Друзья мои, сегодня на Ифтар у нас такой вот стол яйна чорба. Будем делать шаурму или тантуни. Это курица в кляре. Такие сладости у нас на десерт, баклава и вот такая вкуснятина. Тут крема и тут вот видите с орехами. Так вкусно поели мы с мужем сейчас. Антуни сделаем. Уже какое счастье. Как мы не ценим, когда мы пьем. Мне в принципе было легко. Я не хотела ни пить, ни кушать. Я начинаю с Нескафе, свой Ифтар. Ну а потом еду. Просто у меня пониженная работоспособность. Я ничего не хочу делать. Вот такие вот у меня ощущения от моего поста. Так вот мы живем, друзья мои. Цените жизнь, действительно. Все ценно в этой жизни. Главное здоровье и вода, чтобы было. Всем привет, друзья мои. Дружка приехала. А вот и я, друзья мои. Боже, помоги мне. Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом. А, пока, пока. Всем привет, мои дорогие. И тут знаете куда? Вышли с Ашкема в воскресенье. Сегодня погулять, потому что такая слабость. Давление опять поднялось. Очень сложно мне переносить все. И решили выйти с ним так по спортивному. Отделись и выйти. Посмотрим, что и как будет. Осталось два часа до Ифтара. Надо как-то скоротать это время. Обед у меня готовый. Так что еда есть, можно погулять. Посмотрите, что происходит опять здесь. Ашкем и я нарвали им травки. Спустился вниз туда. И сейчас он из Кавкар. Ашкем, Кавкар я перелал. Он в Кавкаре не знал. Кючуклер, нерда кючуклер. Ну да. Ама азбу он же. И кигюн он же. Ирмитаны, Гюрдун. Ирмитаны, Гюрдун. Надо покажать. Друзья мои, дорогие. Я же сказала, здесь что-то построят капитально. Наждая резьбы. Капитально. Спонсор моего канала онлайн-платформа ГИГОС. Всем привет, мои даяки. Недавно бы не записывала видео. Вы сами понимаете, сил нету. Пост священный. Нет никакого настроения. Ничего нового нет. Одно и то же. Будни. Ходить мы не ходим. Я если на набережную, то набережная вам уже надоела. А сейчас я иду снова на набережную. Нужно заниматься с девчонками в клубе. У меня сегодня такая сиренево-малиновая. И захотелось мне мариновую помаду. Погода у нас с каждым днем теплее и теплее. Но вечером был ураган. Да, вечером был ураган. Холодно. Я надела носки теплые и достала. В общем, друзья мои, прекрасного вам дня и хорошего настроения. Какие у нас новости? Никаких. Мой муж ложится поздно, под утро. Просыпается. Вчера пол пятого проснулся. Это где-то два-три часа. Пошел вчера на базар. Пошел на базар, пришел. Пошел, воду принес, пришел. Пошел, хлеб купил. Пришел, вернулся. Пятнадцать минут восьмого, семь пятнадцать. У меня все было на столе. Готово к ифтару. Никак не начинался. Оказывается, с семь двадцать вчера было. Вы знаете, что я вообще, если честно, у меня нет никакого желания, допустим, кушать. Пропал какой-то аппетит. Но вечером после ифтара я столько ем. Слава Богу, у меня вес держится. Не набираю килограммы. А так, чтобы я хотела кушать, у меня такого нету чувства. Целый день. Ну, мозг мой подготовлен, что нельзя. Как я говорила вам раньше, я визуализирую. Как будто я выпила кофе, как будто я выпила чай и так далее. Ну, а потом начинается у меня жор. После еды какое-то начинается восстановление силы, что-то хочется делать. А так вожусь целый день дома, да. Так что вот и видео не хочется снимать, вообще ничего не хочется. Хочется лежать и расслабляться, но нельзя мне изучение турецкого, изучение курса нейрографики. Там очень серьёзные конспекты я пишу, записываю, прослушиваю. Ведь я хочу получить сертификат, и чтобы у меня были знания, а не просто ради корочки. Я не такой человек, чтобы ради корочки только стараться. Так что вот. Вот такие вот у нас новости. Да и никаких новостей нет. Опять я вам показываю про гусей. Ну, посмотрите, действительно, вот этот мальчик, юноша, сейчас держит утёнка. Видно, он тоже, видите, кусает его. Он раненый, хромает на одну лапку. И он его пошёл искупал. Посмотрите, видите, он не может передвигаться. Смотрит на него, что он никак... И сразу шум какой дает о себе знать, что мы здесь. Мы загалдели. Где этот птенец никак? Он, наверное, умрёт. Не может передвигаться. Вот им травки он принёс. Сколько травки принёс. Вы видите, какой хороший мальчик каждый день приносит. Будущий фермер. Видите, как смотрит на меня. Что за шума драки нет? Что за шума драки нет? Ну, ладно, ладно. Как в деревне у нас, Мерсинь. Вы знаете, что он сделал? Он не смог передвигаться по земле. И он его в воду опустил. И утёнок поплыл. Какой молодец он. Посмотрите, все сразу его стали нюхать. Это наш или не наш. К другим примкнул. Нюхают все, обнюхивают. Вот у них законы свои. Столько травки он ему принёс. Да, хлеба они уже не хотят, только травку. Молодец. А вон, посмотрите, те его. Плывёт, плывёт он. Сейчас интересно, сможет он выйти. Вот это мне интересно. Пока не пытается. Загрузила я, короче, раз с утятами, гусями своими. Я в Мерсине. Скоро будет 5 лет, как живу в августе. В сентябре. То есть, в сентябре, конец сентября. Мне мой муж привёз. Я могу вам сказать, что в такой набережной, как здесь, смезет ли, я не видела лучше. Вот как-то здесь уютно. Всё по-домашнему, всё рядом. И пляж. Можно покупаться. Можно и погулять. Можно и покататься. Господи, да всё можно сделать. Просто обалденное место. Это Веран-Шехер набережная. А вот сюда мы придём скоро на пикник. Нас и в этот воскресенье позвали наши друзья на пикник. Но мы с мужем отказались. Потому что у нас сейчас пост не до пикника. Вот. Мы, друзья, в таком месте красивом живут. А вот и наше место, где мы занимаемся йогой. Не только йога в приоритете. Общение. Потом как устраиваем пикники. Общаемся друг с другом. И в нашей дружбе уже будет скоро 6 месяцев. У нас всё серьёзно, друзья мои. Так, мои дорогие. Мой муж вообще отказался от еды. Ну, чуть-чуть супчик поел и всё. И я решила приготовить кекс. В этой посуде выпекала. Называется кекс Нес Кафе. Сладенькое хочется нам. Не так кушать, как сладенькое. Вот я сейчас разрежу и посмотрю, какой он внутри. Друзья мои, у нас так вечерами холодно. Вот я порезала себе такой тортик. Тортик кекс. Посмотрите, он какой мягкий. Такой красивый, шоколадный. Называется Нес Кафе. Сейчас я попробую вместе с вами. Мягенький. Обалдеть. Вы знаете, я добавила один сок. Сок одного апельсина. Можно и побольше сделать. Ммм, вкусно. Как будто крем внутри. Это он тёплый. Не дождалась я. Рецепт очень лёгкий. Три яйца смешать, взбить с одним стаканом сахара до пены. Затем взять в миску. Просеять два с половиной стакана муки. Две столовые ложки какао. Две столовые ложки крахмала. Пачку разрыхлителя. Пачку ванилина. Всё это перемешать. Вылить яичную массу. В эту массу добавить. Один стакан 200 граммовый растительного масла. И один стакан воды. Но у меня было полстакана апельсинового сока. И полстакана добавила воды. Всё это перемешать. И выпекать в духовке 40 минут при температуре 140 градусов. 170 градусов. Вкусно, друзья мои. Приятного аппетита. Кушайте на здоровье. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик. И на все уведомления.